Здравствуйте! Это видеоинструкция, в которой я расскажу об электрошокерах, разработанных компаний Мартгрупп. Компания Мартгрупп более 20 лет успешно работает на рынке электрошокеров и на данный момент является одним из лидеров по поставке электрошокеров для силовых структур в России. Основными преимуществами электрошокера перед другими спецсредствами защиты являются 1. Электрошокер можно применять в закрытых помещениях, в отличие от газовых средств защиты. Не вызывает приступов удушья или аллергии. 2. Электрошокер не летален. В ситуациях, когда применение огнестрельного оружия может иметь негативные последствия для сотрудника его применившего, электрошокер не причинит вреда здоровью нарушителя, но в то же время введет его в состояние шока и дезориентации. Электрошокер прошел множество медицинских испытаний. Безопасность его применения подтверждена соответствующими медицинскими учреждениями. 3. Электрошокер эффективно действует против животных, в частности собак. В этой части мы рассмотрим практическое применение электрошокера, объясним, как правильно его применять, а также как установить на шокер дополнительные опции. Сотрудник охраны патрулирует объект. Во время патрулирования он обнаруживает грабителей. Для обезвреживания первого нарушителя охранник применяет электрошокер дистанционно, используя стреляющий картридж. Максимальное расстояние для использования картриджа 4,5 метра, минимальное 1 метр. По второму нарушителю применяет электрошокер контактно, не снимая картридж, так как он тоже проводит электричество. Обратите внимание, охранник применяет электрошокер в область, расположенную в нижней части живота. Это одна из наиболее эффективных зон воздействия. Лучше всего электрошокер применять в область ягодиц, спины и верхней части груди, исключая зоны солнечного сплетения и сердца. Категорически запрещается применять шокер в голову. С электрошокером Скорпион также можно использовать насадку сирена-фонарь, как источник света и мощного звукового сигнала до 120 дБ. В этом видео мы рассмотрим применение светошумового картриджа с шокером Скорпион. Светошумовой картридж при использовании производит яркую вспышку света и хлопок громкостью до 135 дБ, цель которого ослепить и дезориентировать противника. Необходимо знать, что при использовании светошумового картриджа расстояние до противника должно быть не менее 1 метра, иначе можно нанести вред его здоровью. При применении картриджа рекомендуется отвернуться в сторону и открыть рот, чтобы при перепаде давления не заложило уши. Далее электрошокер можно применять контактно, не снимая картриджа, так как он также проводит электричество. На видео смоделирована ситуация, в которой группа лиц совершает противоправные действия. Сотрудники силовых структур используют щиты для наведения общественного порядка. Прикрываясь щитами от камней и палок, полицейские выдергивают из толпы организаторов беспорядков, при этом они используют функцию электрошокера в щите. При нажатии кнопки «Пуск» внутри щита, разряд по специальным электродам проходит на внешнюю сторону щита и поражает противника. Щиты компании «Марк Групп» сделаны из прочного литого поликарбоната и надежно защищают сотрудников от механического воздействия снаружи. Электрошокер внутри щита может быть как встроенным, так и съемным. В случае, если шокер в щите съемный, то его можно применить в подобной ситуации, как отдельное спецсредство. Для наиболее эффективного использования электрошокера необходимы регулярные тренировки. Компания «Марк Групп» проводит специализированные тренинги, на которых обучает пользователей правильному применению электрошокеров на практике. Обратите внимание на инструктора. Он показывает зоны наиболее эффективного применения электрошокера. Диапазон поражения должен быть расположен как можно ближе к крупным группам мышц. Самыми лучшими местами поражения считаются верхняя часть груди, низ живота, спина и ягодицы. Очень важно при нанесении разряда навалиться на противника и плотно прижать электрошокер к его телу. При таком условии разряд полностью уйдет в цель. Если вы все сделали правильно, то звука разряда при применении вы не услышите. Еще раз акцентируем внимание. Запрещается применять электрошокер в область головы, шеи, солнечного сплетения и сердца. «Марк Групп» не рекомендует применять электрошокер более трех секунд, так как этого времени вполне достаточно для достижения максимального воздействия. Наносить разряд менее одной секунды тоже не рекомендуется. Такой разряд не произведет должного эффекта, а может только разозлить противника. Всегда применяйте электрошокер внезапно. Это усиливает эффект применения. Во время воздействия разряда человеческое тело в первую секунду испытывает болевой шок. Во вторую секунду происходит спазмирование мышц и потеря ориентации. Запрещается применять электрошокер против пожилых людей, инвалидов, детей и беременных женщин. «Марк Групп» рекомендует отрабатывать навыки применения шокера в спокойной обстановке так, чтобы они закрепились до автоматизма. Тогда в экстренной ситуации вы сможете быстро и правильно применить свое оружие. Существует ряд распространенных заблуждений, которые мешают полноценному применению электрошокера в различных ситуациях, а также склоняют к неоправданному выбору других средств самообороны. Миф первый. Шокер нельзя применять в дождь. В действительности электрошокеры компании «Марк Групп» изготовлены таким образом, что их можно с полной безопасностью для здоровья применять в любую погоду. Просто плотнее прижмите электрошокер к противнику. Миф второй. Нельзя касаться человека, к которому применяется электрошокер, потому что можно получить разряд тока. На самом деле разряд проходит по кратчайшему пути между электродами. Удар током получат только нападающие и только в том месте, куда вы прижали электрошокер. Миф третий. Электрошокер летален. Это не так. Разряд электрошокера рассчитан таким образом, что не причиняет вреда здоровью человека даже с больным сердцем. Но эффекта воздействия будет достаточно, чтобы ввести нападающего в шоковое состояние. Многочисленные медицинские испытания показали, что при правильном применении электрошокер не наносит вреда здоровью человека. Электрошокеры компании «Марк Групп» проходят все соответствующие медицинские испытания. Миф четвертый. Применять электрошокер можно только контактно. Это давно не актуально. При наличии стреляющего картриджа любой вид электрошокера компании «Марк Групп» можно использовать дистанционно. Картридж выстреливает электроды на расстояние от 4,5 до 7,5 метров. Первые в России дистанционные электрошокеры стали выпускаться компанией «Марк Групп» еще в 2006 году. Все модели электрошокеров компании могут использоваться как контактно, так и дистанционно. Миф пятый. Шокеры не действуют через толстую зимнюю одежду. В действительности электрошокеры компании «Марк Групп» разработаны с учетом условий сурового российского климата и способны пробивать свитера, дубленки и пуховики. Но для большей эффективности при использовании электрошокера против противника в зимней одежде необходимо прижимать электрошокер как можно плотнее. Поскольку средства защиты часто используются в ситуациях, связанных с риском для жизни и здоровья, немаловажным фактором при их выборе является эргономичность, удобство ношения и применения. Все средства защиты, производимые компанией «Марк Групп», сконструированы таким образом, чтобы их использование было максимально простым и удобным. Перед нами щит с электрошокером. Данное изделие предназначено для защиты от прямого механического воздействия. Это может быть удар дубинкой, арматурой, камнем или ногой. Корпус щита сделан из легкого и прочного литового поликарбоната, что делает его не только надежным в защите от ударов, но и удобным при переноске. Щит имеет эргономичную ручку, рядом с которой располагается кнопка снятия с предохранителя и кнопка пуска. Электрошокер AIR M140 сделан в форме пистолета, что придает ему дополнительный психологический эффект. Он компактен и подходит для скрытого ношения, в том числе и с заранее установленным картриджем. Носить шокер можно как в заплечной кобуре, так и на поясе. При ношении шокера на поясе его можно доукомплектовать дополнительным картриджем. При включении шокера автоматически включается лазерный прицел и фонарь, что очень удобно в темное время суток. Все функциональные элементы устройства – предохранитель, спусковой крючок – расположены привычно и удобно. Данная модель подходит сотрудникам охраны и силовых ведомств для несения службы. Электрошокеры серии «Скорпион» выполнены в форме дубинки и могут применяться не только как шокеры, но и как дубинки. Они изготовлены из легкого и прочного стекловолокна. Ручка шокера покрыта нескользящим материалом, что обеспечивает плотный контакт с ладонью. Для дополнительной фиксации в руке имеется специальный ремешок-темляк, надев который на руку, вы практически исключаете возможность вырвать шокер. Предохранитель расположен рядом с кнопкой «Пуска» под большим пальцем, что позволяет привести шокер в боевое положение за долю секунды небольшим движением. Данное изделие переносится на поясе, в том числе с заранее установленным картриджем. Аналогично серии «Скорпион» исполнены дубинки серии «Мальвина». Разница только в размере. Эти электрошоковые дубинки более компактны, хорошо ложатся в небольшую женскую руку и легко помещаются даже в маленькие сумочки. Использование шокеров не требует специальных сложных навыков. Их применение легко освоит каждый. В данной части мы расскажем о техническом устройстве электрошокеров, процессе их зарядки, подготовке к работе и установке дополнительных аксессуаров. Щит со встроенным электрошокером изготовлен из ударопрочного литого поликарбоната и сразу выполняет две функции – функцию щита и функцию электрошокера. Электрошокер встроен в верхнюю рукоятку, на внутренней стороне щита, а поражающий разряд передается на его внешнюю поверхность. Щит со встроенным электрошокером состоит из ударопрочного корпуса самого щита, по внешней поверхности которого размещена разводка токопроводящей фольгой. Рукоятки – верхней и нижней. Встроенного электрошокового устройства в верхней рукоятке с управляющими элементами – предохранитель и кнопка «Пуск». Ручки для дополнительного надежного удерживания щита. Для использования электрошоковой функции щита необходимо снять электрошокер с предохранителя, обеспечить максимально плотный контакт щита с нарушителем и нажать кнопку «Пуск». При этом раздается характерный треск электричества, который оказывает на нарушителей устрашающее психологическое воздействие. При электрошоковом воздействии непосредственно на нарушителя, в результате контакта с поверхностью щита последнему передается разряд в месте контакта. Поскольку в этой модели щита шокер встроены, для использования электрошоковой функции щита требуется периодическая зарядка шокера. Как узнать, что электрошокеру в щите требуется зарядка? Нужно снять электрошокер с предохранителя, при этом начнет мигать светодиод под прозрачной кнопкой предохранителя на аккумуляторном блоке. От цвета светодиода зависит степень заряда. Если мигает зеленым, заряда достаточно для применения. Если красным, то электрошокер требует зарядки. Зарядка щита со встроенным шокером происходит следующим образом. Выкрутить винт верхней части рукоятки, снять аккумуляторный блок, присоединить его к зарядному устройству. Зарядное устройство подключить к сети переменного тока с напряжением 220 вольт. Во время процесса зарядки должны попеременно мигать зеленые и красные светодиоды. Когда будет гореть только зеленый, зарядка завершена. После этого устанавливаем аккумуляторный блок на рукоятку щита. Щит готов к применению. Главное отличие этого щита в том, что в нем электрошокер является съемным и может использоваться как в составе щита, так и автономно. Щит со съемным электрошокером состоит из ударопрочного корпуса самого щита, по внешней поверхности которого размещена разводка токопроводящей фольгой. Электрошокового устройства. У ловителя в него устанавливается шокер. Ручки для дополнительного надежного удерживания щита. Рукоятки верхней и нижней. Рядом с нижней рукояткой находится предохранитель и кнопка пуск. Для использования электрошоковой функции щита необходимо установить шокер в уловитель, снять с предохранителя и обеспечить максимально плотный контакт щита с нарушителем и нажать кнопку пуск. При электрошоковом воздействии непосредственно на нарушителя в результате контакта с поверхностью щита передается разряд в месте контакта. При необходимости электрошокер может быстро извлекаться и применяться автономно, как отдельное устройство. При этом все дополнительные опции шокера также можно использовать. Заряжается шокер отдельно от щита. У модели AIR M140 в привычной для всех форме пистолета имеется лазерный целеуказатель, светодиодный фонарик подсветка, специальный информационный LED-дисплей и другие опции, о которых я сейчас расскажу. Для дистанционного применения шокера можно использовать два вида картриджей. Стреляющий картридж для дистанционного использования до 4,5 метров, светошумовой картридж с яркой вспышкой света и хлопком громкостью до 135 дБ. В этой модели важно правильно установить картридж. В противном случае он не сработает. Запомните, все операции по установке картриджей совершайте только когда шокер стоит на предохранителе. Для установки стреляющего или светошумового картриджа нужно вставить картридж в байонетный замок, расположенный в головной стволовой части шокера, и повернуть его до упора так, чтобы плоская часть картриджа встала горизонтально. У светошумового картриджа широкая сторона также должна встать горизонтально. Для настройки опции шокера используется LED-дисплей. При включении шокера дисплей отображает следующую информацию. Степень заряда АКБ, текущее время, московское с возможностью установки местного времени, количество включений, применений, электрического заряда ЭШУ, номер версии программного обеспечения, название фирмы-производителя. На рукоятке имеется сервисная кнопка, с помощью которой можно просматривать протокол применения электрошокера и изменять текущую дату, время, режимы включения целеуказателя и фонаря. Для входа в меню электрошокера необходимо поставить изделие на предохранитель и нажать тонкой палочкой-спичкой на сервисную кнопку в течение 10 секунд. Включить электрошокер, сняв его с предохранителя. На экране появится меню. Необходимо знать, что электрошокер в режиме меню не может применяться по противнику. Меню состоит из трех пунктов. Текущее время, установка часов, просмотр протокола. Пункты меню выбираются нажатием сервисной кнопки. Вход в пункт меню нажатием спускового крючка. Изменение значения с помощью нажатия сервисной кнопки и сохранение значения нажатием спускового крючка. Установка часов. Первое. Нажатием сервисной кнопки добиться инверсного отображения пункта установка часов и нажать на спусковой крючок. Второе. На экране отобразится меню установки часов. При установке часов мигающее значение переписывается в память микроконтроллера. Не выключайте изделие предохранителем до завершения установки часов во избежание установки неверных значений. Просмотр протокола. Первое. Нажатием сервисной кнопки добиться инверсного отображения пункта просмотр протокола и нажать спусковой крючок. Второе. На экране отобразится протокол формирования высоковольтных разрядов для выхода из режима просмотра протокола необходимо нажать на спусковой крючок. При этом изделие вернется в меню сервисных функций. Чтобы включить фонарь необходимо выполнить следующие действия. Нажать и удерживать спусковой крючок. Переключить предохранитель в положение ON. Отпустить спусковой крючок. Для одновременной настройки ЛЦУ и фонаря необходимо выполнить следующие действия. Нажать и удерживать спусковой крючок. Переключить предохранитель в положение ON. Через 3 секунды начнется перебор вариантов работы ЛЦУ и фонаря. Фонарь и ЛЦУ будут загораться и гаснуть в разных комбинациях. Отпустить спусковой крючок на необходимой комбинации. Для зарядки электрошокера необходимо извлечь АКБ, присоединить его к зарядному устройству, а зарядное устройство подключить к сети переменного тока 220 вольт. Зеленый светодиод на зарядном блоке сигнализирует о полной зарядке АКБ. Если светодиод на зарядном блоке горит красным, это значит, что аккумулятор разряжен. С электрошокером AIR M140 можно использовать дополнительные АКБ. Они находятся в насадке-удлинителе, которая устанавливается на ручку пистолета. Аккумуляторы выпускаются двух типов – никель-металлогидридный и литий-полимерный. Такая насадка очень удобна для широкой ладони. В составе шокера также можно использовать планку Пикатинни для установки различных навесных приспособлений. Электрошокер Скорпион считается одним из самых мощных. Более того, это электрошокер с очень сильным ударопрочным корпусом, выдерживающим достаточно серьезные испытания. Электрошокеры этой серии имеют зону антивыхвата, что делает попытку отобрать его невозможной. С этим электрошокером можно использовать стреляющие и светошумовой картриджи. Также к нему идет насадка-сиренофонарь, позволяющая использовать электрошокер как источник света и мощного звукового сигнала до 120 бицибел. Устанавливается насадка достаточно просто. Откручивается задняя крышка шокера, и на ее место накручивается насадка. У насадки есть два режима работы – сирена и фонарь. Питание насадки осуществляется от самого шокера. Заряжать шокер при этом можно не снимая насадки, через специальное гнездо, расположенное на корпусе насадки. При установленной насадке не теряются все остальные функции шокера, и его также можно использовать как контактно, так и дистанционно. Чтобы электрошокер работал исправно, его необходимо регулярно заряжать. Процесс зарядки прост и не требует больших усилий. Откручиваем заднюю крышку, под ней расположено зарядное гнездо. Присоединяем к нему зарядное устройство, на нем загорится зеленый светодиод, и включаем устройство в сеть. Светодиод станет светиться ярче, это значит, что процесс зарядки начался. Важно помнить, что шокер нельзя включать во время процесса зарядки. Проверить его работоспособность можно спустя 8 часов. Разряженную АКБ вы также легко можете подзарядить снова даже от сети автомобиля при помощи специальной зарядки. Принцип тот же. Бывают случаи, когда необходима экстренная замена АКБ. Для таких случаев у Mark Group есть решение. Все электрошокеры серии Scorpion оснащены сменными аккумуляторами. Вы можете взять запасной заряженный аккумулятор с собой и легко заменить его даже в полной темноте. Аккумулятор разработан таким образом, что его можно вставить в электрошокер любой стороной. Для всех шокеров есть общие правила, которые важно соблюдать, чтобы они работали исправно и служили долго. Первое. Электрошокер необходимо регулярно заряжать. Если вы не используете устройство, то необходимо ставить его на зарядку один раз в год. Если же вы воспользовались шокером, то рекомендуется подзарядить АКБ. Второе. При попадании влаги на шокер необходимо его протереть мягкой тканью и просушить. Третье. При обнаружении неисправности электрошокер следует сдать в сервисный центр. Самостоятельная разборка устройства категорически запрещена. Это была инструкция по применению электрошокеров от компании Mart Group.